В областном центре побывала российская актриса Виктория Тарасова. В читальном зале Белгородской универсальной научной библиотеки прошел ее творческий вечер. Чтобы задать свой вопрос знаменитости напрямую, собрались десятки людей. Встреча со звездой стала для белгородских поклонников ярким подтверждением. Прекрасная половина человечества далеко не слабый пол. Виктория Тарасова не только прекрасная актриса, но и человек с большим сердцем. Помимо работы на съемочной площадке, она активно занимается благотворительностью. Помогает детям и семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Неоднократно бывала в горячих точках. Выступала перед российскими военными в Сирии. Встречалась с жителями Донбасса. На встрече говорили обо всем. От высоких чувств до курьезных случаев. Кстати, сама актриса, полюбившаяся зрителям в роли Ирины Зиминой в сериале «Глухарь», призналась, что основной работой считает все-таки театр. Виктория также охотно делилась своими взглядами и личными советами. Например, как правильно реагировать на негатив завистников. Придет время, вы перестанете на это реагировать. Ну, поэтому, наверное, у меня прошла какая-то школа закалки той. Поэтому вот уже потом, последствия вот этих вот, что мне отписывают, ну, я просто делаю удалить, заблокировать. Я не вступаю в перепалку с людьми. Я объясняю, что это бесполезно. Отметим, что встреча с актрисой Викторией Тарасовой – часть образовательного проекта «Петровские чтения». В его рамках известные люди в разных сферах жизни встречаются с волонтерами и молодежью, а также посещают социальные учреждения региона. А сегодня Виктория Тарасова – гость нашей студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. В нашем титре не поместилось все то, чем вы занимаетесь. Это и актерство, и телевидение, и благотворитель. Ну, вывод я делаю только один, что график очень плотный. И тем не менее, вы находите время, чтобы встретиться с молодежью. Почему вы это делаете? Или же, может быть, это входит в ваши обязанности члена Совета по культуре при Федеральной службе войск Национальной гвардии? Или нет? Нет, это не входит в эти обязанности. Хотя мы тоже им часто помогаем, приезжаем и в институты, и к военным, и к студентам. Ну, то есть везде тоже катаемся и поднимаем им, так сказать, боевой дух. Мне очень жалко иногда бывает нашу молодежь, вот этих социальных детей. И поэтому я как бы сделала направление именно на них. Потому что мне кажется, что молодежь – это наше будущее. И на нее, конечно, очень надо сейчас направить все силы нам, взрослым. И вам есть действительно что рассказать. Вы не раз бывали в местах боевых действий в Сирии, на Донбассе, и видели своими глазами смерти, ранения, в том числе и детей. Это же ведь нелегко, это тяжело. Нужно быть крепким по духу человеком, чтобы снова и снова туда возвращаться. Почему вы это делали? И чему вас научили те поездки в горячие точки? Ну, знаете, я сыграла же роль Зимина. У меня есть известная моя роль. И так получилось, наверное, что сначала я, как у актрисы, делала роль. Создавала образ какой-то. Он шел там годами. Там один, год, два я еще была. Потом, четвертый, пятый год, уже там роль пошла более жестче. Мне поначалу было очень сложно там драться, кого-то бить, там в сериале убивать. Там это вообще у меня рушила земля из-под ног. Но, тем не менее, так получилось, что, наверное, вот эта роль сделала меня в жизни, как Викторию Тарасову, вот такую вот личность, которая поехала в боевые точки и в Донецк, и стала помогать людям. Я обычная женщина, поэтому все это очень тяжело. Просто с годами, наверное, ты становишься более жесткой как-то. Я не могу сказать, что ты привыкаешь к этому. К этому невозможно привыкнуть, к этой боли. Но есть определенная цель – помогать. Помогать людям вставать, давать им какие-то наставления такие сильные, чтобы они выживали во всех сложных и тяжелых условиях. Туда и заставляет возвращаться вот эти вот глаза, которые ты видишь, которые нуждаются в тебе. И потом, это очень хороший, действительно, вы сказали, пример, побывать там-там и приехать к этим социальным детям и рассказать, что вот есть такие дети, дети войны. Потому что это совсем другие дети. Я, на самом деле, еще была в колониях строгого режима и не раз. То есть я видела еще других детей. И у меня очень много примеров для молодежи, чем это может закончиться, куда мы придем и к чему мы должны идти. Я пережила уже Донецк вместе с ними. Как бы с шесть или семь лет я туда ездила. Поэтому мне есть, что сказать. О чем вас спрашивают на этих встречах, ребята? Сначала я с молодежью разговариваю о кино. Чтобы их к себе расположить, мне надо рассказывать про съемки, про фильмы, как это все происходит. Это же им интересно. А потом периодически я так вставляю вот такие вот моменты. То есть не надо сдаваться, надо всегда побеждать. То есть надо найти свое дело. Не надо расстраиваться, что вы получаете двойки. И если вы что-то хайпитесь, делаете что-то плохое, знайте, что Бумиранг возвращается. То есть вы мотивируете в нужное русло? Конечно, конечно. Не совершать ошибки, наверное. Мы должны их останавливать. Потому что сейчас среди молодежи очень много почему-то злого такого поколения, которое настроено как-то неправильно. Если говорить о сегодняшней сложившейся ситуации в стране, как вы ее переживаете? Во что верите? Что испытываете? Ну, я думаю, что все мы сейчас переживаем. Это очень сейчас больная тема из-за погибших, из-за людей мирных. Я всегда говорю, очень жалко всегда детей и простых жителей, которые как бы ни при чем с одной стороны. Я надеюсь, конечно, на мир, что все будет хорошо. Я такая оптимистка. То есть нельзя падать духом. Но мы русский народ. И я русская. Я поддерживаю свою армию и президента. И полностью с этим согласна. Вы, и мы говорили вначале, что благотворитель, организатор фонда помощи неблагополучным детям. Скажите, что вас побудило однажды помогать людям? Ну, наверное, потому что я когда-то оказалась однажды в такой тяжелой ситуации с ребенком на руках. И так как-то это у меня все шло, у меня же фонд не сразу появился. Ну, у меня, наверное, такой характер. У меня папа был такой, как бы, очень добрый. Помогал всегда людям. Как-то заботился от них. Он балетмейстер был, преподавал у детей. И как-то, наверное, я такая... Когда я стала зарабатывать, я стала отдавать. Я взяла эту Смоленскую область свою и стала им помогать. И потом вот образовался такой фонд. Но на самом деле я всем помогаю, кто откликается. Бывает там и Сибири, и Дальнему Востоку. То есть и всем говорю, пишите, мы поможем. Сегодня вы в Белгородской области. И вы приехали сюда в программе визита. Я знаю посещение палеотивного центра из Угрунный город. Скажите, почему вы решили выбрать этот объект, эту поездку? Ведь вы не занимаетесь вопросами больных деток. Да, это, наверное, единственная тема, которой я не могу заниматься. Вот слово болезнь у ребенка это очень сложно. Я не взяла это направление, потому что я поняла, что я морально с этим не справлюсь. Но поддержать таких детей, ну, как правило, больше родителей, наверное. И сделать им такую встречу душевную, пожелать им там что-то хорошего, настроить на позитив, я вот с радостью. Виктория, благодарю вас за нашу встречу. И желаю сохранять в себе то душевное тепло, которым вы готовы делиться со всем миром. Спасибо. Спасибо. Спасибо.